Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас в гостях мой подписчик Риско Офу-12. Он вместе со своим другом изобрёл стабильный магнитный двигатель, который мы сегодня посмотрим и сделаем туториал. Но сначала я задам несколько вопросов своему подписчику и посмотрим, на что способен их двигатель. Перед началом поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы ещё не подписаны. Так, ну давайте я задам парочку вопросов. Первый вопрос, что это такое? Это летающая установка, которая работает на кольцевых магнитных двигателях сервотипа. Сервотип выступает как колесо, а магниты работают на кольце. Как это называется? Это называется гибрид кольцового двигателя и установки магнум. Ну если покороче, гибрид. Сколько времени вам понадобилось, чтобы это построить? Мы это строили один день, потому что у нас уже было всё готово, и постройка была довольно лёгкой. У моего, так сказать, товарища в команде, который помогал мне строить, точнее, у него был свой аппарат. Он работал только на вот таких вот двигателях. И я подумал, стоит ли сделать гибрид, ну то есть совмещение двух двигателей, которые будут работать на колесе и на кольцевых двигателях. И получилось вот это. Вы сами придумали, кто автор этой постройки? Автор постройки этот я и мой друг. А сами этому строили, потому что на ютубе я не нашёл. Какие-то есть там, типа, самые стабильные леталки, которые почти совсем нестабильные. Но на самом деле они их называют так. Так что у нас пока самая стабильная. Мы с другом, как раз я рассказывала, что мы его вместе создавали. Он создал кольцевой двигатель, а я создал сервотик. Сейчас время туториала. Так, давай. Ну то он, в принципе, прост. Да, вот здесь, сзади у нас много места. Да, давай. Так. Ставим три забора. Потом забор титановый блок. И по одному плоскому колесу спереди и сзади. Потом убираем вот эти вот поручни. Они могут потом помешать. Вот для этого делаешь небольшую сидуху. И вот такие куда будешь устанавливать. Либо там где-то сзади. Но это уже пожелание. Но я делал в центрах всегда. Так. Дальше нужно установить на 5 блоков. Ну, чтобы получилось 10. Если расширять. Именно нужно получается вот это, да? Ну, добиться параметра 10. Ну, это мне просто нравится. Цифры, да? Цифры, да? Да. Так, 10, 2, 2. Так вот должно получиться. Да, я понял. Раз, два, три, четыре. Четыре деления в каждую сторону. Или два блока в каждую сторону. Вот так должно получиться, чтобы получилось кольцо. Это особенность про двигателя. Получилось кольцо. А ты сколько там намасштабировала на этой палочке? Вот так должно получиться. На какой? Вот на этой 8. 2, 2, 8. Смешная сутка. Так, и теперь здесь старый блок, да? Да. Надо наружу. И теперь вот по центру ставишь вот это вот. Сервоприводы. Так, сероприводы. Именно по центру. Ставишь блок. Да, по центру. Здесь как раз три блока ровно получается. Так, шаг перемещения у меня на 0.5 стоит. У нас крепление медь не надо. Ставишь магнит обязательно на определенном расстоянии. Я сейчас сейчас разложу. Сейчас золотой блок один поставил. И для 200. Да, один. Один. Так, ладно. Так, вот тут. Именно вот тут. Это очень важно. Потому что это зависит от силы магнита. Так, теперь. Вот смотри, вот так, да? Да, вот так. Чтобы белая штучка только выходила. Да, белая штучка выходила. Всё, готово. Так. Теперь то же самое за две стороны. Ставишь мув 0.5. Поставь мув 0.5 и делаешь вот такую вот палочку. Какую палочку? А. Она может получиться чуть-чуть неровной, но это не столь важно. Из забора? Главное, да. Она может чуть-чуть получиться неровной, но это ничего страшного. Всё, готово. Так, ставишь снова вот тут. Раз-два. Раз-два. Весь вперёд на три. Три балка. Так. Бедный свандер. Так, ровно на третьем балке. Чтобы... Сейчас я поставлю. Вот там чуть-чуть не так получилось. Смотрите, где линер. 0.5. А сейчас не получается? Так, ты поставил? Вот здесь, смотри, я поставил. Когда ты удаляешь, у тебя должно быть так, чтобы чуть-чуть вообще... Сейчас, удали магниты, я проверю. Удали магниты, я проверю. Не надо, я потом его опять ставить. Так, смотри. Ладно, окей. Смотри, раздели. Так, сейчас проверю. Да, у тебя всё правильно. Стояло правильно. Так, и последнее сейчас будет деталь. Это... Пружинки. Пружинки. Я угадал. На нас их ставить от металлического блока. Вот этого. Да. Вот так. И будет закончено. Всё? Теперь кресло пилота? Да, и кресло пилота. И чтобы ничего... Сервоприводы отключаешь... А, магниты оставим. И колеса тоже отключаем. И колеса тоже. Оставляем только магниты. И получать всё. Сейчас будет тест. А там какое-то дерево ещё стоит. А, подожди, я забыл кое-что ещё. Точно. Дополнительные пружинки, это чтобы боль лучше было стабилизацией. Да, ага, забыл. Берёшь любую палочку. Ставишь 45. Так, поворачиваешь так, чтобы было. Ставишь его дважды. Да, у тебя правильно. И ставь пружину на нижнем. Пополучил или давайте я пружу? Вот так. Я сейчас с другой стороны то же самое сделаю. Ну, я пока построю, ты увидишь. Так, у меня здесь надо сейчас пружинки поставить. Да, должно быть пружина на нижнем стержне. Вот на этом вот. Вот так. Чтобы был маленький шип, который почти был на середине. Почти. Всё, сделал. Да, всё правильно. Сохраняем частенько, а то... Теперь делай бортики. Если хочешь, можешь сделать бортики. Но это не обязательно. Элла, для красоты делай. Так, всё готово. А, ты вот это бортики говоришь? Ой. Да, вот это. Когда взрыв какой-то. Ну, кстати, нижние бортики я ещё забыл. Молодец. И должно получиться вот такой вот издатель. Который максимально стабильный. Нужно на этот раз точно. На этот раз это самое наше лучшее полгие. Так, всё. О, вот сейчас у меня нормально работает. Первый раз. А... Смотри, разгоняешься вверх. Сначала вверх задираешь нос, а потом вниз. Чтобы разогнаться. А, ну я понял. Или боком. Так будет быстрей. Ну я, я уже билд-то, вот могу пройти на этом. Так, сейчас я лечу. И главное, он плосадку гладко делает. То, что надо. Ну, тогда, осторожно, она убирает скорость. На этом наш видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока. Делаем ресет. Делаем ресет. Не берем сокровища. Смотрим, не берем. Не берем сокровища.